Глубоко уважаемый Владимир Николаевич, глубоко уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад на тему диагностика и лечения расстройств мочеспускания после радикальной простатоктомии. Частота выявления локализованных форм рака пристательной железы в последние десятилетия увеличивается и в настоящее время составляет более половины от всех выявленных новых форм рака пристательной железы. А золотым стандартным лечением локализованных форм рака пристательной железы по-прежнему является радикальная простатоктомия. Наиболее частыми осложнениями радикальной простатоктомии является стрессовое недержание мочи, которое по разным данным составляет от 5 до 65%, ургентное недержание мочи от 2 до 13% и структура пузырного артериального анастомоза до 30%. Данная проблема является весьма актуальной в современной урологии. Целью нашего исследования было повышение эффективности диагностики и лечения расстройств мочеспускания у больных после радикальной простатоктомии. В нашем исследовании представлены результаты обследования и анализ данных истории болезни 258 пациентов, принесших радикальную простатоктомию в урологической клинике Первом медицинского университета им. Академика Павлова с 2005 по 2015 годы. Было проведено лечение 165 больных с расстройствами мочеспускания. Критериями включения в исследование были перенесена радикальная простатоктомия, наличие нарушения мочеспускания после радикальной простатоктомии, общее состояние по индексу Карновского не менее 70%. А критериями исключения было рецидив рака пристательной железы, лучевая терапия до или после радикальной простатоктомии, операция на органов малого таза до или после радикальной простатоктомии, а также предшествующее консервативное либо оперативное лечение, недержание мочи. Также не включались пациенты с нейрогенными расстройствами мочеспускания и инфекциями мочевых путей. Возраст наблюдаемых пациентов находился в диапазоне от 43 до 84 лет и в среднем составил 66 лет. У большинства обследованных нами пациентов уровень простатспецифического антигена до операции был в диапазоне от 5 до 20 нанограмм на миллилитр, а индекс глиссона в основном составил от 2 до 6. У 212 пациентов была клинически значимая сопутствующая патология, преобладала гипертоническая болезнь, доброкачественная гиперплазия, пристательная железа и сердечная недостаточность. В 83% пациентов была выполнена открытая радикальная простатоктомия и 17% выполнялась лапароскопическая радикальная простатоктомия. Обследование пациентов проводили сразу после оперативного лечения, непосредственно после удаления уртрального катетера, через 6 месяцев и 12 месяцев после операции. Оценку качества жизни проводили при помощи опросника ICQSF, который включал в себя несколько вопросов, оценивающих количество потекаемых мочи, частоту потекания мочи, а также влияние недержания мочи на повседневную жизнь. Количество потекаемых мочи мы также оценивали при помощи ПАД-теста и Кошлевого теста. Также пациенты ввели дневник мочеспускания в течение 3-х суток, в котором фиксировали все мочеспускания по времени, объем каждого мочеспускания, а также эпизоды недержания мочи и неотложные позывы. Также в обследование входил общий анализ мочи, определение объема остаточной мочи. Пациентам со структурой пузырного уртрального нацитомоза проводили ретроградную уретрографию и выполняли уродинамические обследования по показаниям, такие как урофлометрия, тест с прерыванием струи мочи, цистометрия и профилометрия уретры. В позднем послеоперационном периоде нам было выявлено, что у 10% пациентов выявлено стрессовое недержание мочи, у 6% была структура пузырного уртрального нацитомоза и у 2% ургентное недержание мочи, связанное с гиперактивностью детрузера. При обследовании не было выявлено взаимосвязи между видом оперативного лечения и развитием недержания мочи. Так, при открытой радикальной простатоктомии было у 9,8%, а при лапароскопической у 12,5%. Также мы выявили, что увеличивают риск развития недержания мочи в более поздней стадии заболевания, а уменьшает частоту недержания мочи нервосберегающая техника выполнения упражнений для мышц тазового дна в раннем послеоперационном периоде. Также наличие таких сопутствующих заболеваний, как доброкачественная гиперплазия пристательной железы и сердечная недостаточность не увеличивают риск развития недержания мочи. Всем пациентам после радикальной простатоктомии непосредственно после удаления уртрального катетера мы рекомендовали выполнять упражнения для мышц тазового дна в течение 6 месяцев. Сами упражнения подразделялись на быстрые и медленные сокращения. Быстрые до 3 секунд и медленные сокращения до 10 секунд. Один комплекс состоял из трех быстрых и одного медленного сокращения. Мы рекомендовали пациентам выполнять по 10 комплексов 3 раза в день в течение 6 месяцев. Для идентификации мышц тазового дна мы рекомендовали прерывать струю мочи во время мочеиспускания. А контроль эффективности проводили с помощью оценки тонуса анального сфинктера, пассивного и активного. На фоне упражнений через 6 месяцев у 129 пациентов удерживали полностью мочу. 19 пациентов использовали одну страховочную прокладку и у 17 пациентов сохранялось выраженное недержание мочи. Также при статистическом анализе было выявлено уменьшение частоты недержания мочи после выполнения упражнения для мышц тазового дна. При оценке опросников и субъективной оценке было выявлено, что значительно снизилась частота потекания мочи и у 57% пациентов не было недержания мочи, а порядка 20% отмечали потекание мочи 3 раза в неделю и реже. Также по данным опросника выявлено уменьшение влияния на держание мочи на повседневную жизнь и уменьшение общего балл анкета ICQSF. Пациентам, у которых упражнения для мышц тазового дна были неэффективны, мы выполняли электростимуляцию мышц тазового дна при помощи отечественного электростимулятора «Интратон». Саму электростимуляцию проводили в положении лёжа. Пластины с гидрофильной прокладкой накладывали на область крестца и приональную область. Сила тока варьировала от 50 до 110 и подбирали индивидуально. При этом пациент должен ощущать активные сокращения и должен отсутствовать болевой синдром. Всем пациентам мы выполняли по 10 ежедневных сеансов. Продолжительность сеанса мы увеличивали с 10 до 30 минут и повторный курс электростимуляции выполняли не раньше, чем через 3 месяца. При этом после первого курса электростимуляции удержание мочи было достигнуто у 65%, еще у 5 пациентов после второго курса электростимуляции но сохранялось недержание мочи у 18% пациентов. При оценке опросников также выявлено уменьшение количества подтекаемой мочи, снижение влияния на повседневную жизнь и снижение общего балла. Всем пациентам перед электростимуляцией мы выполняли тест с прерыванием струи мочи, по данным которого все 24 пациента, которые успешно прервали струю мочи, было достигнуто удержание мочи, а пациенты, которые не смогли прервать струю мочи, из 8 пациентов только у 2 было достигнуто удержание мочи. Также у пациентов, в которых сохранялось недержание мочи, мы выполняли уродинамическое обследование, измерение профиля уретрального давления, как в покое, так и при стресс-провокации, по данным которого было выявлено значительное уменьшение функциональной длины уретры и снижение передачи внутрибрюшного давления на уретру. Всем 6 пациентам, у которых консервативное лечение оказалось неэффективным, мы выполняли слинговую уретропексию по оригинальной методике, на фоне которой 4 пациента полностью удерживают мочу, 1 пациент использует 1 страховочную прокладку, и у 1 пациента лечение оказалось неэффективным. На фоне проведенного навык лечения, после упражнений эффект был достигнут у 129 пациентов, неэффективно у 17 больных. Электростимуляция оказалась эффективна у 26 больных, при этом у 21 после первого курса и у 5 больных после второго курса. И на фоне слинговой ортопексии эффект от лечения был достигнут у 4 больных. Пациенты, которые предъявляли жалобы на учащенное мочеспускание, мы выполняли цистометрию, по данным которым была выявлена гиперактивность детрузора. Всем пациентам с ургентным недержанием мочи мы рекомендовали антихоленергическую терапию в течение 12 недель, на фоне которой лечение оказалось эффективно у 3 пациентов, и слабый эффект от лечения отметил 1 пациент. Также в позднем послеоперационном периоде у 6% мы выявили структуру пузырного ратурального настомоза. Всем пациентам мы выполняли внутреннюю оптическую ретратомию, на фоне которых у 8 пациентов мочеспускание было восстановлено, и у 2 пациентов возник рецидив структуры уретры. На слайде представлена урофлоуграмма до лечения и после лечения. При этом скорость до лечения была 4 мл в секунду, после лечения 16 мл. Таким образом, на фоне проведенного нами анализа, мы предлагаем следующий алгоритм лечения. Стрессовое недержание мочи – это выполнение упражнений для мышц тазового дна сразу после операции в течение 6 месяцев при неэффективности упражнений при соединении электростимуляции 1-2 курса по необходимости, а при неэффективности консервативной терапии выполнение хирургической коррекции с линговой ретропексией. Пациентам со структурой пузырного ретерального настомоза – выполнение внутренней оптической уретротомии. А пациентам с ургентным недержанием мочи – назначение антихолионергической терапии. Таким образом, наиболее частыми расстройствами мочеспускания после радикальной простатоктомии являются стрессовое недержание мочи и структура пузырного ретерального настомоза. Хирургическое лечение более поздних стадий заболевания увеличивает риск развития недержания мочи. Пациентам с послеоперационным стрессовым недержанием мочи показано выполнение упражнений для мышц тазового дна в раннем послеоперационном периоде и в течение 6 месяцев. При неэффективности – присоединение электростимуляции мышц тазового дна. А при недостаточной эффективности консервативной терапии необходимо проведение хирургического лечения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...